Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Семья Бровченко. Ну и, конечно же, Таня меня, как всегда, поразила. Поразила своей, может быть, даже безалаберностью, неаккуратностью, с одной стороны. А с другой стороны, чего уж поразила. Она, в принципе, всегда такая. И она, и Боря, и дети у них тоже живут в этой всей грязи. В общем, обо всём по порядку. Таня говорит о том, что сегодня она решила попробовать новый рецепт с авокадо, сыром и яйцом. Яйца отваривать. Думаю, о, расщедрилась Таня, что случилось? Неужели решила детей своих наконец-то кормить? Но нет, это будет всего лишь какая-то намазка на хлеб. Ну, думаю, хотя бы так уже хорошо. Хоть какая-то намазка на хлеб у них будет. Взяла Таня плавленый сырок, вынула его из упаковки и прямо на стол. Ну, как мы все знаем, у Бровченко нет ни клеёнки, ни скатёрки, ни дощечек, ничего. Прям голый стол. Она взяла так этот плавленый сырок на стол и выложила. Думаю, ну нормально. Помнится, мне чуть раньше на этом столе были грязные носки. В том влоге, где Таня нам рассказывала, какой хороший кислородный отбеливатель ей дали на рекламу. Так вот, она отбеливала эти носки. Предварительно почему-то их на столе нам продемонстрировали. Какие они грязные. Были когда белые, а сейчас вот прям чёрные. Ну, а теперь на этом самом столе без обёртки сыр плавленый. Ну, что, нормально. Свои микробы, они к своим микробам привыкли. Им не привыкать, Бровченко. Это вообще, это что-то с чем-то. Я вообще не знаю, как Тане пришла эта светлая мысль. Ну, нет у тебя дощечки, да? Ну, на худой случае у тебя нет даже скатёрки. Возьми тарелочку. Положи ты это всё дело в тарелочку. И то будет как-то, во-первых, поприличнее, во-вторых, менее грязно будет. Так нет же, прям на стол вывалила. Вот авокадо, говорит Таня. Научилась Таня его нарезать кубиком. Нарезает авокадо прям вот в авокадо. Как мне показалось, даже Таня говорила о том, что салат она с авокадо м делает. Но тут я могу ошибаться. Вроде как сказала с авокадо м, вроде как и с авокадо. Тут знаете как. Но не в этом дело. Дело в том, что она разрезала этот авокадо на две половинки. И пытается ножом разрезать мякоть авокадо кубиком. И потом ложка всё это дело вынимает из самого авокадо. Но не знаю я, для чего она так прям старалась. Кубиком, аккуратненько. Для того, чтобы потом всё вилкой помять. Ведь ей для того, чтобы это на маску сделать, надо, чтобы была такая вот однородная консистенция. Ну, Таня остаётся Таней. Ох. Дальше чеснок выложила тоже на стол, почищенный. Чеснок уже на столе рядом с этим сыром. Ну, что и говорить. Рассказывает о том, как приучает детей Таня к новым продуктам. Думаю, боже, дети твои ещё, так сказать, старые продукты. Не все знают вкус старых продуктов. А ты уже прям их к новым приучаешь. Говорит, что когда что-то новое она внедряет, так сказать, в свои блюда, то детям не говорит, что здесь что-то новое. Потому как не все дети это любят. А вот когда все поели, всем понравилось, она говорит, а вы знаете, что вы сейчас ели, а? А вот так и так. Вы сейчас поели то-то и то-то. Ну, что и говорить. Новые продукты, да. Суп из фрикаделек хочет приготовить Таня. Но в этом мне она очень напоминает Свету Колесникову. А тоже из фрикаделек суп готовит. Почему не с фрикаделеками, я не знаю. Вот. Таня очень счастлива, что у неё есть помощники на кухне, да. Саша хочет приготовить сам выпечку. Хочет приготовить шарлотку. И, кстати говоря, новое видео у них будет отдельное. Вроде влогового. Но, тем не менее, большая часть этого видео будет посвящена шарлотке Саше. Какая-то необычная шарлотка, говорит Таня. Прям вот необычный рецепт. Ну, у бровщинка всё всегда необычное и необычное. Опять же, напоминают мне очень Свету Колесникову. И бардаком в доме, и грязью в доме, и какими-то словами и выражениями. И, кстати говоря, тем, что дети ходят без тапочек, без носочков, без колготочек, тоже очень напоминают они Колесниковых. Аня говорит, Таня помогает с ужином. Он думает, интересно, Таня, что ты делаешь? Вот просто интересно. До обеда спишь только. Ну, скорее всего, да. Вот. Говорит Саша, почему я решила что-то приготовить? Потому что я хочу что-нибудь вкусненькое. Ну, из этого я могу сделать вывод, что то, что готовит Таня, это не особо вкусненькое. Лафак показывает Таня с Борей, как, значит, можно рыбу почистить, не прилагая особых усилий от чешуи. Просто облить её кипятком. Ну, да, действительно, Таня говорит, это всё дело работает. Таня в восторге, крутяк, классно, супер, ну, понятное дело. Ну, а, конечно же, эта вся рыба лежит в кухонной раковине, и Боря её обливает кипятком, потом чистит без усилий, прям вот так, пальцами, ногтём, всё это хорошо сухонит. Ну, хорошо, думаю, это полбеды. А полная, так сказать, беда в том, что в этой раковине, насколько я помню, было всё, что угодно, несмотря на то, что это кухонная раковина, да. В том числе и Боря мыл грязнющие руки, руки у него прям были коричнево-чёрного цвета. Я вот не знаю, где он их так мудрился запачивать, когда была реклама этого самого кислородного отбеливателя. Говорили о том, что вот нужно использовать как мыло для рук. И вот Боря демонстрировал, как же классно отмывает всю грязь это самое средство. И ужас какой-то. Сначала руки вымыл там грязнющие, там чёрная вода лилась в тех рук, а потом туда рыбу. Ну, ужас, что и говорить. Надеюсь очень на то, что Бровченко помыли раковину, вымыли, с хлоркой, не знаю с чем, в общем, как-то продезинфицировали. Хотя, это же Бровченко. О какой дезинфекции может вообще, в принципе, идти речь? Как я уже только что сказала, у них полы грязнющие, у них дети хоть босиком ноги чернющие. И, кстати говоря, мы это видели, когда Саша залез ногами на столешницу с тем, чтобы достать какие-то ингредиенты для своей шарлотки. Он прям ногами не встал на столешницу, он на коленях там был. Тем не менее, ноги мы видели, ступни мы видели, они прям чёрные. Я не знаю, почему Таня этого не замечает. Ну, или, наверное, она просто этого не хочет замечать. Ну, а дальше мы видим шедевр Паши из «Шоколада им сотворённый». Я просто была... Сказать, что я в шоке была, это ничего не сказать. Вот, так сказать, шедевр, его именно так Таня и назвала. Я даже не знаю, как вот это вот произведение искусства назвать. Это что-то с чем-то. Вот из кусочков плитки шоколада Паша сотворил робота. Вот. И чем-то там склеивал вот эти самые кусочки шоколада между собой. Ну, конечно, если бы там что-то было сверхъестественное, если бы это был на самом деле какой-то шедевр, это было бы здорово, конечно, да. Если бы это соответствовало возрасту Паши, то почему бы и нет. А так, в принципе, по возрасту это, ну, где-то, наверное, уровень Саши. Я имею в виду по возрасту. То есть восьмилетний ребёнок, я думаю, справился бы с этой задачей, да. Спокойно причём. И действительно, для восьмилетнего ребёнка это было бы, ну, да, почему бы и нет. Хорошая такая фигурка, интересная, проявил смекалку, фантазию. Было бы за что похвалить. Но Паша великовозрастный, вот этим заниматься не знаю. Хотя, в принципе, и Саша, хоть ему и восемь лет, он не справился бы с такой задачей. Он рисует рисунки, которые должен рисовать, по идее, Максим. Ну, или, в крайнем случае, Боря, младший. Поэтому я даже не знаю, вот кто бы из детей сделал бы эту фигурку и кого можно было бы за это действительно похвалить. Наверное, всё-таки Максима. Ну, я не знаю, вот честное слово, как-то всё очень-очень странно в семье Бровченко. Но это всё, да, семейное образование. Семейное образование рулит, как нам. Очень часто раньше говорила Таня. Прям рулит. Ну да, ну да, видим, как рулит. Изо всех сил. Никак не вырулит. Никуда. Вот, вообще крутяк, нам заявила Таня, когда увидела этого самого робота шоколадного. Да, в морозилку поместили с тем, чтобы схватились вот эти все соединения, чтобы не рассыпался этот робот, потому как очень часто уже его роняли, и он рассыпался. То Аня подойдёт, загенет, он рассыпается, падает. То Максим подойдёт, загенет, и робот рассыпается, падает. В общем, короче говоря, не везёт. Никак Паша. И тут вот вроде как всё получилось, собрал, молодец. Конечно, я не понимаю восторгов Тани по этому поводу, но Таня, если восторгается вот этим, что сотворил Паша из плитки шоколада, ну, наверное, Таня виднее. Таня, наверное, знает уровень развития всех своих детей, поэтому восторгается какой-то вот ерундой, которую сотворил взрослый парень. Машинка страшная у них, стиральная. Эту машинку Боря разобрал. И как вы думаете, где он её разбирал? Правильно, на столе кухонном. Естественно, кто бы сомневался, рядом с этой машинкой стоит ногами на столе Боря-младший. Это надо было видеть. Если у него такие же грязные ноги, как и у Саши, то могу себе представить, какой там чистый стол. Таня на него и сырок плавленный выкладывает, и чеснок. Я так думаю, что там ещё что-то Таня выкладывает, какие-то продукты просто нам не показывает. Я очень надеюсь на то, что всё-таки сначала, хотя бы так, сначала там был сырок, в той последовательности, как нам Таня показала, а потом уже машинка и ноги Бори-младшего там были. Не наоборот. Потому как я очень сомневаюсь, что Таня всё-таки прям хорошо вытирает стол и прям дезинфекцию какую-то этого стола проводит. Кое-как перевезли эту машинку Таня рассказывать из Горохова. Очень она там побилась. Какая-то там краска была. В краске эта машинка была неоттируемая, неоттираемая. В общем, короче говоря, ужас какой-то был. И стенки побились. И ужас. Сейчас Боря пытается что-то сделать. И плюс ко всему ещё и одежда воняет. Говорит, вот как её плохо пахнущую засовываешь в машинку, такой же ты её и вынимаешь. Я думаю, вот это да. Вот это ужас какой-то, представляете? Но как-то Бровченко жили с этим. Пока не сообразили разобрать машинку и пока они не поняли, что там дело в резинке. Вот этой самой прокладке, которая запачкалась и с внешней, и с внутренней стороны. Таня говорит, вроде как Боря что-то там отмыл, а потом проходит две недели и снова вся одежда, всё бельё воняет, которое вытаскиваешь из машинки. Думаю, боже, боже. И прямо, говорит, такой сильный запах был, как будто бы там в той машинке кто-то сдох. Именно так Таня и выразилась. Хотя машинка, в принципе, ну не могу сказать, что она прям новая, но и не особо старая, ей всего-то 10 лет. Вот. Ну а резинка, конечно, жуткая. И всё дело было в резинке. И вот Боря эту машинку на столе чинит, этот Боря-младший тоже на столе. Всё у Бровченко проходит в их жизни или на столе на кухне, или на их диване в спальне Тани и Бори. Кстати говоря, собирали стул Кузя, который им прислал производитель, так понимаю, на рекламу, с одной стороны, а с другой стороны, вроде как Бровченко из тех, которые говорят, что вот нам это прислали на рекламу. Значит, они, получается, купили этот стул, что ли? Ну не знаю. Опять же, такие вот режимистые люди, как Бровченко, купили стул. Ну не знаю, ещё и новые, ещё и производители, ещё сказали, смотрите, покупайте такой производитель, потому как сейчас появилось много подделок. Не знаю. В общем, этот стул они собирали на диване Тани и Боре. Вот где проходит жизнь Бровченко, или на столе, или на диване. Третьего не дано. И Боря-младший тоже якобы помогал Боре старшему собирать этот самый стул, подавал ему шурупчики какие-то. Ну да, вместе собрали. И Таня говорит, вот этот стул выдерживает до 120 килограммов, значит, выдержит, мол, и Таню, и Боря. Я надеюсь, что всё-таки по отдельности. И Таню, Боря, если сядут, конечно, на тот стульчик, и Танечка, и Боря, я думаю, что стульчик просто, ну, поломается как минимум. Это с одной стороны. А с другой стороны радует, что Таня ещё не весит 120 килограммов. Если она одна сядет на стульчик, Таня говорит, мол, её стул выдержит. Ну, будем на это очень надеяться. И когда Таня видит, что собирает, точнее, помогает, да, если так можно выразиться, Боре младше, Боре старшему собирается этот самый стульчик, говорит, что бы ребёнок не делал, лишь бы не плакал. И тут она, ну, для нас, наверное, зрителей, которые впервые слышат что-то подобное, говорит, есть такая пословица. Так нет, Таня, хочу тебя разочаровать. Есть такая пословица. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Вот именно такая есть пословица, если ты прям хочешь показаться такой всезнающей. Пословица именно про дитя, которое тешится, а не про ребёнка, который делает. Ну, а в процессе восторгания, да, восторгания Тани этим стулом Кузя, какой стул хороший, как он краской обработан, почему он обработан краской не покрашен, я не знаю. Какая-то супер-хупер-краска современная, которая прям нетоксичная и хорошая, и долговечная. Ну, прям классная краска, которой обработан стул. Заходит на кухню Максим, да, с молотком в руках. Причём не с игрушечным молотком, а с настоящим молотком. Я эту картину, когда увидела, мне стала дурной. Причём Максим, естественно, босиком. У них все дети ходят босиком по дому. Босиком. И этот молоток, думаю, боже, ну, ужас какой. Ой, сейчас, думаю, не дай бог, уронит. И не дай бог на ножку. Это ж какая травма будет. Ну, а Таня и Боря что? Они заняты рассматриванием этого самого стула, восхищением, как же он хорошо у них писался на кухне, как он место не занимает. И Максим подходит к папе. Ну, это логично, да, даёт ему этот молоток. Боря-старший посмотрел на это всё и говорит, «Не-не-не, неси его, Паша». Максим разворачивается и уходит. Нет, он сначала подошёл к Тане. Таня тоже видела прекрасно, что у Максима молоток в руках. И да, Боря говорит, неси, Паша. Максим разворачивается и уходит по коридору к Паше. Нормально вообще с этим самым молотком. Я просто в ужасе. Причём молоток не маленький, достаточно большой такой. И для двухлетнего ребёнка просто он очень тяжёлый. Но Таня, Боря как-то вот то ли не видят этого, то ли не хотят замечать, то ли не соображают что-то опасностей. Ну, в общем, нет слова у меня, конечно, да. Боря придумал, что этот стульчик не только стульчик, но и стульчик парта. Да, он посадил на пол. На пол посадил ребёнка, Борю младшему, представляете? Мало того, что они босиком ходят по полу, а так они теперь уже и сели на пол. Ну, вот, говорит, смотри, тут ты можешь рисовать. Ну, и Боря младший говорит, да, я хочу рисовать. Ну, не знаю я. Нам не показали Бровченко. Дали ли ребёнку какие-нибудь принадлежности для рисования, да, какие-нибудь констовары? Листик дали ли? Бумагу дали ли? Или ждут, пока младший Боря пойдёт работать, подрабатывать себе, чтобы заработать на бумагу для рисования, как это делают его старшие братья? Я не знаю. Ну, в общем, я просто в шоке в очередной раз от Бровченко. И не знаю, исправится ли они когда-нибудь. Что думаете вы по этому поводу? Мои дорогие зрители, очень буду рада услышать ваше мнение в комментариях. Ну, а что касается моего мнения, конечно, я считаю, что вряд ли они исправятся. И мне очень жаль детей. Очень жаль. Они не в той семье родились. Вот и всё. Вот таким получился у меня обзор влога канала «Семья Бровченко». Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!